Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы ответим на вопрос, который получили от одного из посетителей нашего портала. Свидетели Иеговы настаивают на том, что слово «крест» отсутствует в Библии, что там стоит греческое слово «ставрос», которое в целом означает «древо». И они настаивают на том, что Христос был распят на столбе, который не обязательно имел форму креста, так как форму креста они отвергают. Что можно им ответить с Библией в руках на это их возражение? Итак, отвечая на этот вопрос, прежде всего мы откроем текст из Евангелия от Иоанна, это 20 глава, 25 стих. И здесь мы читаем, другие ученики, то есть имеются в виду ученики, которые видели воскресшего Христа, сказали ему, то есть апостолу Фоме, который не присутствовал на этой встрече, «Мы видели Господа, но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей». Свидетели Иеговы, когда изображают Христа распятым на столбе, они показывают, что его руки соединены таким образом и одним гвоздем прибиты к древу. Но здесь, говорит апостол Фома, который, конечно же, был в курсе всех этих обстоятельств, «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей». То есть слово «гвоздь» стоит во множественном числе. И вы можете посоветовать вашим знакомым из этой организации, пусть посмотрят перевод «Нового мира». Я специально смотрел, там тоже слово «гвоздь» стоит во множественном числе «гвоздей». То есть как минимум в руки спасителя были вбиты два гвоздя, что как бы косвенно указывает на раскинутые на кресте руки. Но есть другой текст, который тоже иллюстрирует нам, на каком кресте, на каком древе был распят Христос. Этот текст берется из книги «Бытия», 48 глава, 13 и 14 стих. Но я напомню предысторию. Как пишет апостол Павел, все, что происходило с древними евреями, это в прообразах для нас, достигших последних времен. И вот в книге «Бытия» есть такой прообраз. «Был отец Иаков, который имел возлюбленного сына Иосифа. Он послал его к своим другим детям. Иосиф приходит к ним, те засребренники продают его». То есть образ очень понятен. «Бог отец имеет возлюбленного сына, посылает к своим, свои не принимают». То есть когда Бог отец послал сына своего на землю, еврейский народ, как и сказано в Писании, пришел к своим, и свои не приняли его. Оказавшись в Египте, Иосиф женится на египтянке, который является символ неплодящейся языческой церкви. И от этого брака рождаются два ребенка, Манасий и Фрем, которые своей двоицей преобразуют народы, произошедшие от Хама и Яфета, которые вообще были отчуждены от обетований, которые принадлежали только семитскому племени евреев. И вот Иосиф, образ Христа, приводит двух своих сыновей, образ потомков Хама и Яфета, к Иакову отцу. И отец Иаков, любя Иосифа, усыновляет этих детей Иосифа и вводит в двенадцать колен Израиля. Как и сказано о язычниках в апостольских посланиях, некогда не народ, а ныне народ, некогда не помилованные, а ныне помилованные. А для нас, христиан, очевидно, что только заслугами крестной смерти Христа Спасителя языческие народы смогли стать народом Божиим, потому что Христос действительно умер за грехи всего мира. Так вот, момент благословения Иаковом детей Иосифа в Монасии Ефрема описан очень интересным образом. Бытие 48, 13 и 14 стих. «И взял Иосиф обоих Ефрема в правую свою руку против левой Израиля, а Монасия в левую руку против правой Израиля и подвел к нему. Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрема, хотя сей был меньший, а левую на голову Монасия с намерением положил он так руки». И здесь мы видим знак креста, который как бы символически преобразует известные события смерти Господа на кресте, когда силой креста, крестной проповеди, потом апостолы, многие народы привели веру, произошедшая от Хама и Яфета. Итак, мы видим, что на основании этих двух текстов мы можем установить, что в руки были вбиты два гвоздя, это мы устанавливаем по Евангелию от Иоанна, а форма креста раскрывается в этом событии историческом, которое преобразовывало любовь Бога Отца к Сыну и усыновление через Сына языческих народов Богу Отцу, именно благодаря силе креста Господня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова